Следующий вопрос, который задают нам работники детских учреждений города. Вопрос о заработной оплате по детским садам. Будет ли заработная плата за ноябрь? Скажу вам откровенно и честно, за октябрь месяц нам буквально сегодня, это дата получается 18 декабря 2015 года, нам удалось закрыть заработную плату за октябрь месяц. Да, я понимаю, что это очень сложный процесс. Почему? Потому что за октябрь месяц нам удалось с собственных источников, с собственных доходов покрыть более 300 тысяч лей выделить на заработную плату. Сегодня данная проблема, она существует не только у нас в городе, она также существует и во всех населенных пунктах, и в сельских населенных пунктах, и в других городах, и по всей республике. На сегодняшний день бюджет, республиканский бюджет, не додал трансфертов Гагрузии на 20 миллионов лей. Кагульскому району, как я сегодня просто для себя изучил этот вопрос, на Кагульский район не додали более 23 миллионов лей, не додали трансфертов. А наша заработная плата с вами зависит от тех финансовых средств, которые сегодня выделяет нам республика. Республика выделяет регион, регион выделяет нашему городу. И сегодня как примар я, естественно, могу просто скинуть эту проблему на других чиновников, таких как, например, правительство, таких как Башкан. Но я не вправе и не в моей компетенции это сделать. Сегодня обвинить тоже правительство, обвинить того же Башкана о том, что нам не выделено трансфертов. Трансфертов сегодня имеет проблему всей республики. Не только Агугольского района, не только Агугузи, но и всех остальных районов. Поэтому за октябрь месяц из собственных источников дохода мы добавили 300 тысяч лей на выделение заработной платы. И на сегодняшний день я надеюсь, я верю в то, что мы постараемся закрыть заработную плату за ноябрь месяц, именно декабрь. Да, мы сегодня с вами находимся в преддверии празднования Нового года. Это праздник, который сегодня отмечается всеми жителями города, всеми семьями, всей республикой. И тот праздник, который, естественно, требует финансовых средств для того, чтобы подготовиться к нему. И я предложу максимум усилий для того, чтобы заработная плата по детским учреждениям была выделена. Но, конечно же, я бы хотел, чтобы и советники городского совета меня подняли. За прошедший месяц, то есть я имею ввиду не за ноябрь месяц, а за октябрь месяц, Примария Вулл, конечно, была в лидерах по сбору налогов по всей ГГУЗе. Почему? Потому что мы смогли работать с теми дебюторами, которые смогли с нами рассчитаться. Я имею ввиду тот казус, тот вопрос, который был связан с Леон Гри. Да, это экономический агент, который сегодня должен определенные финансовые средства в сумме более 3,5 миллионов лей должны бюджету города. Но мы смогли с людьми пойти на такие договорные обязательства, при которых они исполняют поэтапное погашение своих долговых обязательств перед нашей Примарией. А Примария, в свою очередь, готова получить все финансовые средства, которые они выделяют нам. А эти финансовые средства мы можем отправить и на развитие, и на погашение заработной платы. То, что и нами было сделано. Поэтому за октябрь месяц мы находимся в лидерах по сбору всех тех налогов, которые Примария города обязана производить в течение бюджетного года. Следующий вопрос. Когда будет работать озеро на благо нашего города? Я прошу прощения, конечно, у всех телезрителей. В каком плане? В том, что я сегодня не озвучиваю имена тех людей, которые задавали данные вопросы. Я не хочу публичности тех людей, которые сегодня осмелились задать вопрос. Довольно-таки очень много вопросов поступило в наш адрес, как по электронной почте, так и по телефону. Поэтому мы сегодня постараемся все озвучить и на все вопросы ответить. Озеро. Когда оно будет все-таки приносить прибыль нашему городу? Когда оно будет приносить благо нашему городу? Ведь сегодня вы все прекрасно знаете, что в нашем городе есть Камсумольское озеро, которое должно, по идее, приносить пользу нашим горожанам. Пользу в каком плане? В летний период наши горожане должны иметь место отдыха, благоустроенную территорию. Но не только в летний период, но и в зимний период. Они могут, например, пользоваться влагами и той же рыбой, которая сегодня может реализовываться на рынке нашего города. Я с вами совершенно согласен. И это должно быть. Но для меня сегодня, как для примара, явно непонятна та ситуация, когда некоторые советники... Вы знаете, я сегодня мог бы, конечно же, выступить так же, как и сделал свое первое видеообращение. Некоторые граждане нашего города сделали мне замечание в том плане, что мое видеообращение было эмоциональное. Что я как-то нервничал. Я хочу вам сказать, что я совершенно не нервничал. Я просто хотел своими действиями, своим выступлением передать ту атмосферу, которая сегодня непосредственно есть в нашем городе. Но на сегодняшний день я хочу, чтобы наше видеообращение прошло в нормальном человеческом, как говорится, ритме, чтобы я смог донести до вас все те проблемы, которые есть в нашем городе. И я с вами совершенно согласен, что наше озеро должно приносить прибыль нашему городу, нашим жителям. Сегодня озеро, которое было построено в 60-е годы прошлого столетия, оно сегодня приносит прибыль отдельно взятым категориям граждан. Даже советники городского совета, некоторые советники городского совета сегодня пользуются благами этого озера. А именно, в летний период многие из вас даже мне об этом говорили, что советники городского совета находились в сапогах по пояс, по пояс в сапогах, которые тянули там сети и продавали эту рыбу на нашем базаре. Это о чем говорит? Что сегодня советники городского совета пользуются меркантильными интересами во благо своих интересов, но не ваших интересов. А для меня сегодня, как для примара, самое главное, мне сегодня не важно, кто возьмет в аренду данное озеро. Пускай это будете вы, пускай это будет советник городского совета, пускай это будет житель нашего города. Пожалуйста, мы проведем аукциуму по сдаче в аренду, заплатите деньги в бюджет и мне будет совершенно все равно, кто его взял в аренду. Самое главное, платите деньги в бюджет и этими деньгами можете воспользоваться все вы. Этими деньгами можем воспользоваться мы, как люди, которые сегодня должны осуществлять какую-то деятельность в нашем городе. Вот оно, что самое главное. Но сегодня, когда наше озеро превращено, можно сказать, что в болото, там сегодня практически ничего не осталось. Почему? Почему? Раньше это были коммунисты, сейчас это черт знает какая партия. Не хочу останавливаться на названиях каких-то партий. А где интересы нашего города? Где ваши интересы? Когда вы можете прийти на рынок и сказать, что да, пожалуйста, это рыба нашего города. И я там по какой-то приемлемой цене могу купить эту рыбу. И в дальнейшем воспользоваться теми благами, которые есть сегодня в нашем городе. Надо перестать заниматься шкурными вопросами отдельных личностей. Сегодня наше озеро превращено в болото. Территория вокруг нашего озера превращена в какой-то сарай, в какой-то хаос. Вы все прекрасно знаете, что буквально недавно я был, исследовал наше Комсомольское озеро, вокруг которого были истреблены более 300 деревьев. И мы прекрасно знаем эти фамилии. Я сегодня не буду называть эти фамилии ради тех интересов, которые сегодня производит та же полиция и прокуратура нашего города. Но за это кто-то должен ответить. За это кто-то должен ответить, что мы сегодня с вами страдаем. Я надеюсь, что в ближайшее время вопрос с нашим озером будет решен. И в конечном итоге будет это озеро сдано экономическому агенту, который будет оплачивать налоги. Для меня сегодня, как для примар, очень важно, чтобы налоги поступали в бюджет нашего города. Следующий вопрос. Когда будут работать аптеки, закрытые господином Чернивым и Терзи Георгием Гавриловичем, они себе могут позволить покупать все, что они хотят. А о нас кто подумает? Вы знаете, честно сказать, тема аптек, она муссируется довольно-таки очень давно. И вы знаете, что на сегодняшний день я на вашей стороне. И я сегодня зашел в конфликт с определенными олигархами нашего города. Довольно-таки далеко я зашел в этом плане. Для чего? Потому что я сегодня хочу защитить ваши интересы. Не интересы отдельных граждан, которых вы сегодня называете. Но это ваши интересы. Вы сегодня можете, не то что можете, вы должны покупать лекарства по доступной цене. Сегодня не говорит о том, что тот закон, который принят и который сегодня не соблюдается, он должен регламентировать те действия, которые сегодня заставляют вас покупать лекарства по дорогой цене.